Реакт, редакс, ты знать будешь круто Айтика, айтика, Камасутра Привет, друзья, меня зовут Дмитрий, он же Димыч, айти, камасутра.ком Реакт, путь самурая В прошлом выпуске мы с вами остановились на том, что мы создали с вами компоненты пост И внутри MyPosts мы вот таким образом просто сделали много постов Много одинаковых постов Вот что мы увидели с вами на экране Много одинаковых постов О боже, моя цитовая гамма мерзкая, ну ладно Много одинаковых постов, а мы хотим, чтобы текст был индивидуален у каждого поста То есть нам с вами как-то нужно настроить нашу компонент, чтобы она отображала разный текст В зависимости от чего-либо То есть пост это некоторая инкапсулированная коробка, которая отображает фиксированную какую-то эту разметку И нам хотелось бы как-то внутрь этой коробки засовывать какие-то данные Чтобы она эту коробку оставила нетронутой структуру Но данные меняла, то есть динамически, динамически что-то подсовывала И здесь мы приходим с вами к такой важной концептуальной вещи, как пропсы Пропсы, пропсы, пропсы Реакт тут самурая, полный курс от нуля до профи Поехали, попробуем понять, что же такое пропсы Компонента, напомню, это функция, возвращающая разметку GSX Она же компонента, это тег Это важный момент, да? То есть это функция, по факту компонент это функция Но мы эту функцию как функцию никогда не вызываем Ее вызывает реакт за кадром, за сценой Мы же используем эту компоненту как тег Это важный момент, на который стоит обратить внимание То есть нам важно, что компонента все равно это функция Смотрите, что дальше Вот она, компонентная Например, хедер Которая возвращает нам, ретурнит разметку Три ссылки Айтинку Батерба, репетитора нет, айтикомасудра.ком Три ссылки возвращается И мы понимаем, это функция А мы с вами знаем, что функция, любая функция Которая хочет себя вести каждый раз по-разному, когда ее вызывают Если она хочет себя вести по-разному каждый раз, когда ее вызывают То функция должна принимать параметры Параметры это что-то такое, что приходит в функцию извне, когда ее вызывают И вот каждая компонента, каждая компонента вызывается всегда с параметрами Самый главный параметр, который мы называем props Это имя параметра, его можно было бы назвать абсолютно как хочешь Но мы всегда будем называть props, потому что это такое соглашение реакта То есть будем всегда использовать props То есть, напоминаю, функция, компонент это функция Функцию можно вызывать с параметрами Так вот, реакт, когда вызывает нашу компоненту Он всегда засовывает сюда объект Объект, который попадает внутрь параметра props То есть мы, находясь внутри функции, можем этим props Манипулировать, считывать его значения Смотреть, что там в props к нам пришло извне То есть, да, представьте, я компонента header Меня вызывают и я всегда отдаю эту разметку А тут херяк меня вызвали и мне дали еще какой-то объект props С которым я могу играться, под который я могу подстроиться И разметку немножко отобразить по-разному Так вот, смотрите, например Да, вот предположим, что вот компонента header И вот ее вызывают скобочками, ставят скобочки Сверху создали какой-то объект Например, name равно Dima Объект, да, ключ, name, значение Dima И вот этот объект засунули внутрь, вот, в header И, соответственно, естественно, этот объект Попал внутрь props И я могу, по идее, из props этих сказать props.name Дай мне имя Потому что объект этот превращается в props Да, ну, это знание параметра функции элементарное, ребят То есть, мы передаем внутрь функции что-то под одним именем Да, объект И этот же объект приобретает другое имя внутри функции Он становится props То есть, если бы я здесь написал общ То это был бы тот же самый общ, что и этот общ То есть, это один тот же объект Объект, у которого есть ключ, имя, значение Dima Мы ему передаем этот объект внутрь функции И он попадает, этот объект под новым именем Новая ссылка на него ссылается Да, на этот же объект Она же переменная Props У которой мы можем точно так же взять props.name Но, важный момент, ребят Важный момент Важнейший момент Мы тут что, взяли с вами и вызвали сейчас header Вызвали header Компоненту header Но мы знаем с вами, что мы никогда В реакте мы никогда не вызываем компоненту напрямую Мы никогда не ставим скобки Это делает реакт сам самостоятельно И именно он определяет, какой объект засунуть в хедер Он всегда это делает Запомните Props к нам в компоненту приходит всегда Всегда Мы не имеем права сами вызывать Вызывает реакт И вот когда реакт вызывает, он всегда засовывает какой-то объект В качестве пропса Всегда засовывает какой-то объект в качестве пропса Мы пишем так, да, всего лишь тег header И где здесь пропса А как же нам засунуть пропсы Какие нам нужны То есть получится реакт засовывает какой-то объект Внутрь хедера Потому что именно реакт ставит скобочки, да, условно Там за кадром где-то Мы это не видим Мы просто рисуем тег Мы просто рисуем тег Ну где этот тег Ну а где пропсы эти Как нам засунуть, например, вот name dim В этот хедер Чтобы он попал внутрь этого объекта И чтобы этот объект попал сюда в пропсы Когда мы рисуем просто с вами хедер Тег хедер Наш какой-то Любой компонент В него по умолчанию пропс Приходит пустой объект Пустой объект Empty object То есть у него нет никаких свойств Никаких свойств Никаких характеристик Соответственно, внутри себя хедер Ну не может ничего прочитать Внутри себя хедер получит пропс И у него ничего не будет Будет пустой объект Ни одного свойства не будет Но если мы добавим Давайте сейчас немножко пофантазируем У нас ведь есть тег Смотрите, у нас есть тег Вообще в HTML обычном Да, у нас есть тег Тег, например Input Input Он самый закрывающийся И у нас есть два input Если мы хотим, чтобы Один input показывал со старта Значение там 5, а другой 6 Что мы сделаем? Мы напишем вот так вот Value 5 Value 6 Чем является value для Тега input? Атрибутом Атрибуты есть класс name Есть атрибут id и так далее То есть мы настраиваем свой тег С помощью атрибутов А так как наши компоненты Это тоже тег То получается Мы можем его извне Настраивать с помощью атрибутов То есть мы С вами что делаем? Мы просто добавляем какой-то атрибут Например, атрибут name И все React автоматически создает объект У которого будет свойство name Соответствующее вот этому name И значением Которое мы присвоили здесь этому name И все И к нам уже придет Внутрь хедера придет Пропс не пустой А со значением name Если мы засунем name Ой, и например age Простите, здесь два раза name написал Здесь должен был быть age Age То к нам придет объект У которого есть и name И age Понимаете, какая штука? Вот эти указатели делают Так классно смотрятся И name, и age То есть таким образом Мы можем отрисовать Два абсолютно разных хедера Но передать Одному, например, имя Дима Кей Второму там Андрей Д Возраст 30 А другому там 40 И у нас вроде будет Два разных тега Одинаковых точнее тега Простите Одинаковых компонентов Но они будут С какими-то входными данными Другими входными данными Которые они могут использовать У себя Чтобы себя как-то отрисовать Вот смотрите, например Вот у нас есть Компонента хедер И она ждет И она ждет Что ей кто-то даст Ее вызовет Кто-то даст ей пропсы И вот Мы с вами И вот мы с вами Можем закинуть в нее Например Вот такой объект Вот такой объект В пропсы Который она будет Внутри себя использовать Как это происходит? Мы добавляем тег В разметку Пишем name Димака Age 30 Age здесь не name Age 30 Формируется такой объект И засовывается в пропсы Все И наша функция Внутри пропсов Имеет доступ К этому объекту И она может использовать Props.name И мы Увидим Димака Props.age И Компонента получит Значение 30 Например Вот так Смотрите Да, чтобы отрисовать Эти значения Вот пришло В хедер Пришло значение Пропсов Она может поставить Фигурные скобочки Мы можем написать Фигурные скобки Обязательно Потому что Видите Мы пишем IT-инкубатор Просто как текст Это просто текст Внутри Разметки JSX-разметки И он Выводится как текст А пропс name Это не текст Это значение Как перемена Это свойство Объекта Пропс Это джаваскриптовый Объект Мы с вами С таким сталкивались Когда CSS-модули писали Если нам надо Внутри JSX-а Обратиться К джаваскриптовому Объекту То мы ставим Фигурные скобки И внутри Фигурных скобок Пишем Эту джаваскриптовую Логику Пропс Это объект У него есть Name И эта вот Сся штука Превращается В строку Name DimaK Подставится сюда А здесь Подставится 30 А запятая Это просто запятая Она отобразится Как запятая Пробел Как пробел Примерно Вот такой вот Подход То есть Нам нужно Настраивать Наш тег С помощью С помощью Атрибутов Давайте сделаем Это Давайте сделаем Это Вот у нас Здесь MyPosts Давайте Сейчас Во-первых Два Этих Две стуки Я закомментирую Давайте Напишем Message То есть Каждый пост Будет характеризоваться Чем-то особенным Своим сообщением Первое сообщение Hi How are you Привет Как ты А второй пост Message Будет характеризоваться Сообщением It's My First Post Видите Кстати говоря Я поставил здесь It's А здесь уже есть Одна кавычка Поэтому мне нужно Экранировать Поставить Нет Вот так Нет Вот так Я даже не знаю Как экранировать Два раза поставить Вот так А это что Не знаю Как экранировать Представьте В обычном JavaScript Я бы таким образом Экранировал Давайте поставим Шаблонные строки Никто не использует Шаблонную строку Использовать везде Это кстати говоря Удобно для А Чтобы шаблонную строку Использовать Надо тогда использовать Эти фигурные скобки Давайте я поставлю Просто двойные Пока кавычки Пока двойные кавычки Потом мы будем рефакторить И все приводить в порядок У нас проект будет Идеально красивым Правильным Поэтому пока что На все эти штуки Закрываем глаза Все У нас есть Два поста В которые приходят Одинаковый тег Одинаковый тег Но Приходят разные Внутрь этого поста Придут разные данные Разные пропсы придут Мы сейчас сохраним И увидим Что ничего не поменялось Кроме того Что два поста у нас Остальные мы удалили Потому что пропсы Это приходят Свои месседжи Приходят Внутри поста Но мы нигде Эти месседжи Не используем А давайте используем Давайте вместо Вот этого Пост один Напишем сообщение Из того Что к нам сюда пришло Давайте сейчас Вот что с вами увидим Эти значения К нам приходят Как атрибуты месседж Все Напомню Мы Функцию Пост Это функция Тег Компонент Это функция Которая возвращает Разметку GSX Мы эту функцию Нигде не вызываем Мы просто рисуем Тег React ее вызывает сам И React Вызывая Нашу функцию Он всегда в нее засунет Какие-то пропсы Всегда в нее засунет Какой-то объект Пропс Всегда Что это за объект Он будет либо пустым Либо он будет состоять Из свойств Которые вот Он собирает Собирая атрибуты Этого тега В нашем случае У него будет Свойство месседж То есть у объекта Пропс Через точку Пропс Точка Месседж Если мы выведем В консоль лог Смотрите Я нахожусь сейчас В обычной функции За пределами GSX Поэтому я просто пишу Здесь джаваскриптовый код Без всяких фигурных скобок Это если я нахожусь Внутри GSX И мне надо Джаваскрипт выполнить То тогда я ставлю Фигурные скобки Здесь же я нахожусь Просто Просто Внутри Внутри этого Внутри Ну это обычный Джаваскрипт И вот я Иду В браузер Отжимаю F12 Нахожу в консоль И вижу Что там Помимо этих форнингов Нарисовалось Hi How are you И it's my first post То есть React вызвал эту функцию Дважды Для этого тега И для этого тега И в первом случае В пропсах В месседже Сидит Это сообщение Во втором случае Это сообщение Более правильно Не консоль Лог было бы поставить А здесь Например Дебаггер Останавливается Выполнение В этом месте И мы можем Навести На пропс И посмотреть Что в нем Сидит Мы видим Что это Объект У которого Есть Во-первых Стандартная Ссылка Прота Не будем Об этом Сейчас Говорить Это Выходит За рамки Данного курса Если это Понадобится Нам В последствии Я об этом Расскажу Но скорее Нам Это Не понадобится Прототипы Тема Сложная Довольно Таки Тема Но в принципе В принципе Для того Чтобы писать На реакте Знать Эти нюансы Не нужно Я своих студентов Мучил Этими Всеми вещами А по факту Блин Пишешь Сегодня Код На реакте И даже Понятия Не имеешь Что там Есть Какое-то Прото И не нужно Знать Так вот Пропс Объект У него есть Свойство Message Hi How are you Видите Тот атрибут Который мы Добавили Атрибут Который мы Добавили Он стал Свойством Объекта Пропс Message И мы можем Этот месседж Естественно Прочитать Куда-то Вставить Я нажимаю Сейчас на Play И мы еще раз Останавливаемся Здесь Почему Потому что Тег у нас Нарисован Дважды Это значит Что функция Наша Пост Вызывается Дважды И в первом Случае Она вызвалась Одним Пропсом Во втором Случае It's my first post С другим Месседж Все Теперь мы Этот месседж Можем Отобразить Например Вместо Пост 1 Для этого Мы что делаем С вами Мы просто берем Удаляем Во-первых Дебайер Этот Мы просто берем И вот здесь Вместо Пост 1 Пишем Пропс Месседж Смотрите Что мы сейчас Увидим Мы сейчас Увидим Надпись Пропс Месседж Пропс Месседж Потому что Мы Хотим Обратиться К объекту Но мы находимся Внутри JSX Видите Мы находимся Внутри Тега И тут Чтобы обратиться К джаваскриптовому Объекту Вот как Вот здесь S Это джаваскриптовый Объект Видите Импортировался Отсюда И мы к его Свойству Обратились Поэтому поставили Фигурные скобки Здесь то же самое Мы должны поставить Фигурные скобки Эти мы говорим Эй Мы обращаемся Сейчас к джаваскриптовому Объекту И мы говорим Мне нужно Из пропсов Взять Месседж То что в нем Сидит А в нем сидит Текст обычно И текст вместо Этой конструкции Сюда и вставится В первом случае Hi how are you Во втором It's my first post Сохраняем Идем в браузер Смотрим How Hi how are you It's my first post Понимаете Какая штука клевая На самом деле Очень крутая Очень крутая штука Ребят Очень сильно Призываю вас Пересмотреть Данный ролик Не один раз Не один раз И не два раза Пересмотрите Его трижды Пересмотрите Эту презентацию Где я рассказываю Посмотрите Как я потом Менял здесь Посмотрите Еще раз Посмотрите Опять Как я здесь Поменял Поменяйте Сами Со мной Сначала Потом Закомментируйте Удалите Напишите Все то же самое Сами Это очень Важнейшая штука Пропсы Это вообще Самая главная Часть Как я считаю Это реактор Это самое главное Что есть в реакте Самое важное То что надо Всегда понимать Потому что Это будет Из пропса Используется Всегда Да пропсы Используются В 99% Случаев В 99% Представьте Какой большой процент Это даже В 101% Случаев То есть Всегда Они используются Всегда На вход К нам В компоненты Что-то приходит Всегда Ребят И мы Это Что-то Используем И очень Мы будем Через пропсы Много чего Прокидывать Компоненты Очень много И функции И данные И вообще Все будем Прокидывать Это вообще Важнейшая штука Пропсы Поэтому Пожалуйста Пропсы Пропсы Поймите Что такое Пропсы И давайте Так Для закрепления Вам Небольшой вопрос А вот Есть у нас Компоненты MyPost Сюда Пропсы Приходят Сюда Пропсы Приходят Чтобы ответить На этот вопрос Мы как бы Должны MyPost Посмотреть А где же MyPost Взывается Вспоминаем Что MyPost Функция Нигде не вызывается Но мы где-то Рисуем Тег MyPost И соответственно Что-то происходит И мы видим MyPost В профайл Компоненте Мы вызываем И не указываем Никаких Никаких Атрибутов Значит никаких Пропсов Не будет Но нет Пропсы Напомню Приходят Всегда В компонент Просто Это объект Либо пустой Либо со свойствами Давайте поставим Точку остановы Здесь И увидим Что у объекта MyPost Будут пропсы Но это будет Пустой объект Объект Без ничего F12 Обновляю Попадаем В пропсы MyPost Точнее Видим пропс Это пустой объект У него есть только Прот А видите Вот тут Подсказочка Пропс Равно пустой объект Ничего Ничего в нем нет Если же мы В момент вызова Пост Скажем Hey Hey Равно Yo Hey Равно Yo Сохраним Обновим Браузер И увидим Что нам пришли Пропсы И у него сидит Значение Hey Равно Yo Это так Для закрепления И мы на самом деле Будем сюда Кое-что передавать Мы много Куда будем Передавать В каждую Компоненту Мы будем Передавать Пропсы Это классика Реактовская Всегда Пропсы Передаются Поэтому Ребята Я еще раз Призываю вас Пересмотреть Этот ролик Несколько раз Пока вы точно Не уясните Что такое Пропсы Что такое Пропсы Давайте в качестве Вам домашнего задания Добавьте еще Чтобы отображалось Количество лайков Да количество лайков Like counts Какой-нибудь В первом случае Там 15 Во втором 20 Я этого добавлять Не буду сейчас Мы это добавим потом А вы потренируйтесь И докажите мне Что у вас все хорошо Если у вас получилось Добавить количество лайков Обязательно напишите Об этом в комментарии Типа Все круто Спасибо Пропсы Шаре Погнали дальше И что И гоните дальше Потому что Тормозить нам нельзя Ибо мы хотим Дойти до конца Айти Камасутра Путь самурая Реакт С вами был Димыч Низкий вам поклон Большое спасибо За каждый Каждый ваш просмотр За каждый ваш лайк За каждый ваш комментарий Спасибо ребят Реакт Редакт Ты Знать будешь Круто Айтика Айтика Камасутра Камасутра